День добрый, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наши разговоры о том, как сохранить дееспособность свою, и относительное здоровье, потому что о полном здоровье даже я не могу вести даже речь. По одной простой причине, что прекрасно понимаю, как обстоят дела со здоровьем у населения России, и не только у населения России, но и поразительно об этом имеет смысл подумать, но и о здоровье населения Соединенных Штатов, Западной Европы, Израиля. Понимаете, казалось бы, вот российская медицина отстает по меркам мировой медицины, отстает в каких-то проблемах изучения, фундаментальных проблемах, в проблемах лечения. Ну, а медицина Западной Европы, Америки, она семимильными шагами идет вперед. И, казалось бы, большая часть населения должна быть здоровой. Но вы знаете, какая штука-то? Состояние здоровья людей в Соединенных Штатах и в Российской Федерации. Вы уж простите, ради бога, о том, что вот я сегодня так заговорил, но просто это ведь на слуху. Это не потому, что, скажем, я каким-то образом влезаю в политические отношения между одной страной или одним обществом и другим обществом. Нет. Не в этом дело. Я хочу сказать о качественных, в качественном состоянии медицины как в Западной Европе и Соединенных Штатах, так и в России. Можно говорить, можно соотноситься с Китаем, можно соотноситься с Индией по этому поводу. Но смотрите, состояние здоровья при всем том в Китае и в Индии, в той же самой, оно, как ни странно, лучше, чем в России и чем в Западной Европе. Америки. И связано это с тем, так мне кажется, что, безусловно, высочайшие технологии медицинские, технологические схемы и принятые технологии лечения очень многих заболеваний на Западе разработаны, безусловно, сильнее, безусловно, ярче, безусловно, результативнее. Особенно это касается диагностических систем. Особенно это касается хирургического вмешательства. Я уж не говорю про фармакологию. Все оно так. Но при всем том, что вот Россия, скажем, технологически успевает, отстает и в технологическом оснащении, в компьютерных системах диагностирующихся. И пользуемся мы прибористикой, которая, ну, скажем, аналитической прибористикой, мы пользуемся их приборами и их техникой, потому что своей нет. А ведь качественно здоровье-то не сильно отличается от того, что существует там и что существует здесь. А вот с Китаем и с Индии, вы знаете, что качественно и в Китае, и в Индии, я беру как вот такие вот, я уж не говорю про Японию, качественно медицина, здравоохранение, я сказал бы так, здравоохранение, оно качественно выше, чем в Америке и выше, чем в России. Вот мне кажется, что стоит об этом подумать. За счет чего? Ведь в Японии здравоохранение ставит задачу не лечения, а сохранения здоровья. То, что когда-то в Советском Союзе называлось профилактикой здоровья. И когда-то это было признано в мире, это было признано Всемирной Организацией Здравоохранения, что система профилактической медицины, профилактического здравоохранения в Советском Союзе была лучшей в мире. Сегодня ее нет, она разрушена. Сегодня эта система, это здравоохранение оказалось в частных руках. И с каждым годом профилактическая медицина стоит все дороже и дороже и дороже. Здравоохранение в Китае точно так же, имея современные высокотехнологические клиники, но пропаганда и усилия здравоохранения направлены на то, чтобы люди беспокоились о своем здоровье сами. И не за счет юаня, а за счет, извините, усилий, которые каждый человек прилагает к сохранению своего здоровья. То же самое происходит в Индии. В Индии. Вот и в ваших осмыслениях ситуации, я почему об этом сегодня заговорил, потому что мне так нравится, как развивается вот эта стране, вот эта вот начатая с анти дискуссия по поводу атеросклероза, она невероятно интересна. Она невероятно интересна. И вы потихонечку осмысливаете ту самую ситуацию, о которой я сейчас и говорю. Понимаете? Именно поэтому, наверное, скажем, из примеров, которые вы приводите, понимаете, это либо врачи западного мира, но ортодокси, то есть врачи, которые оказались в противодействии официальной медицине, официальному здравоохранению, либо на достижениях традиционной медицины, народной медицины в Индии и в Китае. Вот смотрите, как интересно. Хотя, по идее, в России, но в силу того, что существовала эта вот совершенно замечательная система профилактической медицины, этого опыта не оказалось. Он разобран по частям. Про Залманова знают? Знают. Про Амосова знают? Знают. Про различных методиках физического восстановления человека с точки зрения физики тела, восстановления опорно-двигательного аппарата и прочее. Вот эти вот упражнения физические, которые очень нужны. Безусловно, нам очень нужны. Физические нагрузки замечательно разработаны в России. Понимаете? И, на мой взгляд, на первое, начиная с Микульского. Знаменитая методика, лучшая, которую до сих пор никто не придумал. Методика суставная и методика суставной гимнастики. Микульского сколько лет назад? Лет уже, наверное, 40 назад она была предложена людям. Гимнастика Стрельниковой. Пожалуйста, дыхательный тренажёр. Фролов много. Понимаете? Но вам об этом-то не говорят. Вам много чего говорят. Самое главное, чтобы вы пришли и принесли рубль. И всё. И, как выясняется, этой системе приходится выживать. Выживать. Основным товаром которого является человеческое здоровье, человеческая... Продолжительность человеческой жизни, человеческая сила и продолжение жизни. Потому что усилия части биологической науки и медицины привели к тому, что по некоторой информации, посмотрите в интернете, поищите эту информацию, 20% населения земного шара, 20%. Я уже говорю земного шара, потому что, как бы, эта система всё больше и больше по земному шарику растекается. Понимаете? Мужчины теряют плодовитость. 20% населения, мужчин и женщин, теряют плодовитость, бесплодны. Вот и всё. Но фармакология, генная инженерия идёт вперёд семимильными шагами. И проблема человеческого бесплодия стала впервые, так вот остро поставили, не в России, а в России вот уже тогда, когда начались независимые исследования продуктов с изменённой генетикой, генно-модифицированной, уже эта проблема существовала в Европе. Вот и чем дело-то. Вот процесс потери плодовитости человека. Вот и всё. Вот мне кажется, что сопротивление вот тем изменениям и всё активнее накапливающимся патологиям, болезням человек, может сопротивляться только сам человек. Вот ведь в чём проблема-то. И я это говорю не для того, чтобы там вас напугать или повысить значимость какую-то того, что я делаю. Никоим образом. Или повысить популярность самую идею «помоги себе сам». Нет, это сама жизнь заставляет об этом думать. Вы знаете, я сегодня решил простить, ради Бога, но вот комментировать некоторые положения, ну, как это я делал несколько наших встреч по атеросклерозу, я обязательно это сделаю, если будет на то ваше согласие. «Уж пожалуйста». Потому что я понимаю, что там страницы всё время добавляются, вот уходя сегодня, я уже там знакомился уже с восьмой страницей этого диспута, этого обсуждения что ли на страницах нашего форума, заглянул ещё, так сказать, в часть вот там обсуждения методов оздоровления и так далее, в эту вот страницу замечательную совершенно заглянул, потому что в общем, я так сказать, вот у меня по моему осознанию люди, участвующие в этих диспутах, в этих обсуждениях разных проблем человеческих, разных проблем и человеческой жизни тоже, они всё больше и больше становятся настоящими философами и приходят к настоящим выводам, тем, которые, на мой взгляд, абсолютно соответствуют и самой идее того, чем мы занимаемся здесь, да и существование самого человека. Я очень вам за это благодарен, потому что вы таким образом и меня заставляете думать и двигаться вперёд и понимать, что, ну, по крайней мере, у меня складывается ощущение, что я ещё немножко вам нужен. Понимаете, мне кажется так, я ведь не стремлюсь к каким-то званиям и каким-то признаниям не в этом дело, совсем даже. Я прекрасно понимаю, что мне уже достаточно много лет, потому что там вот некоторые люди пишут, там 62 года, там 60 лет, 56 лет, вот уже вроде как пожилые, а пожить хочется. Знаете, мне 72 года, я ещё значительно старше многих из вас, вот, и при этом я твёрдо знаю, что больше положенного мне срока я жить не хочу. Я хочу жить ровно столько, сколько мне отпущено. Но вот за то время, которое у меня есть, я бы хотел, чтобы количество людей, которые философски относятся к тому, что происходит с нами, что происходит с нашей жизнью, как-то всё более и более осознанно подходили к тому, что с вами происходит, что происходит со мной, с моими соседями, с вами. Вот, мне кажется, так, двигать эту историю дальше и дальше. Вот вот это. Вот алё. 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 есть замечательная совершенно одна проблема, которая у нас появилась на форуме с таким давно известным названием или диагнозом, о котором мне хотелось бы поговорить. в том числе и с точки зрения атеросклероза, кстати сказать. Называется это вот это вот вопрос или это сообщение аутоиммунный тиреоидит. Вот, это сообщение от Лады. аутоиммунный тиреоидит. Алё. 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 И вот начиная вот это вот обсуждение, разбор, хотя наверное Лада она не рассчитывает не на когда оставила это сообщение рассчитывала не на то, что я начну его разбирать, а рассчитывала наверное на то, что я дам какие-то рецепты сразу. Но вот для того, чтобы нам с вами понимать о чём идёт речь, мы должны с вами вспомнить что такое аутоиммунитет. Вот наверняка большая часть людей вас, большая часть вас знает, что аутоиммунный процесс это тогда, когда наша иммунная система в ситуации переактивации начинает бороться с нашими собственными тканями и клетками. и в результате возникают невероятно тяжёлые так называемые аутоиммунные заболевания. Причины развития такого рода процессов никто не знает. Знают только, что в каких-то органах или в суставах, или на в оболочке нервного проводника, или в каких-то чрезвычайно важных органах, отвечающих практически за целостность и действенность нашего организма, возникает ситуация, при которой вдруг начинается огромное количество воспалительных процессов. И об этом процессе нам в первую очередь напоминает СОЭ. Анализ крови, где СОЭ доходит до 50, до 40, до 60 и даже до 70. И вот когда возникает такая ситуация, когда и воспаление, когда тяжело человеку жить, когда он начинает просто на глазах у себя практически умирать или теряет способность активно жить, динамику теряет, как, скажем, при рассеянном скерозе или при каких-то других вещах. Понимаете, вот причины этого процесса пока неизвестны. И лекарства от такого рода явлений в нашем организме, в нашем теле, в нашем здоровье тоже нет. Понимаете, и вот уже учитывая вот это состояние фундаментальной медицины, которая пока не оценила по-настоящему причинно-следственное отношение внутри организма для появления того или другого заболевания. И мало того, аутоиммунитет по сути, если мы говорим, это слишком высокая активность по отношению к своим собственным клеткам. Когда свои Т-лимфоциты, Т-киллеры начинают убивать наши собственные клетки, наши ткани, разрушать наши органы, вот чем вся штука-то. То есть, результат, цель один и тот же, как бы это ни называлось. Только в одних случаях это будет оболочка нервов, которая начнет терять миелин, миелиновые оболочки, а в другой ситуации это красная волчанка, это абсолютно генерализованное воспаление стенок сосудов, понимаете? Или, так сказать, внедрение иммуно-ответственных клеток внутрь щитовидной железы, в щитовидную железу, в ткань щитовидной железы и убийствуя ее. И эту причинно-следственную связь пытаются найти во всех случаях аутоиммунных заболеваний. И мне кажется, это так же, как и с онкологией. И мое поколение, и думаю, что следующее поколение, идущее за мной, не доживет до результатов с тем, чтобы, так сказать, ясно получить ответ, что это такое. Что за условия, которые формируют аутоиммунитет или раковая опухоль. Основное, скажем, при онкологии, это химиотерапия основное средство борьбы. А при аутоиммунитете это гормоны на основе преднизолона в основном, у которого у самого есть огромное количество побочных действий. Но это не лечение, это как бы снижение активности иммунной системы. Супрессии, как говорят, иммунной системы. С тем, чтобы снять вот эту вот излишнюю активность, с тем, чтобы иммунные клетки перестали с такой силой атаковать наши внутренние ткани, органы, клетки. Вот в этом задача. Именно поэтому сразу кортикостероиды помогают. Да, помогают они, помогают людям выживать. Но как бы сказать, не излечивают ведь. Вот это чисто формально, если хотите, снятие симптома легче, не так больно, легче ходить, не так больно, не так затратно с точки зрения физического состояния. Вот в чем дело. Вот теперь давайте мы вспомним, вот когда мы говорим об иммунитете, то мы с вами в первую очередь думаем о том, что иммунная система наша защищает нас от вирусов, от бактерий, от ядов, от токсинов и своих собственных и внешних. Ну помогают организму более-менее поддерживать в некоем балансе внутреннюю среду организма. Именно поэтому как бы существует это разделение. клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет жидкостный. И при этом мы с вами вообще никогда не думаем о том, что в сферу заинтересованности иммунной системы нашей, в том числе клеточного иммунитета и гуморального входит борьба со старыми клетками с больными клетками нашего собственного организма, с отмершими клетками, вот наша иммунная система борется и с ними. Куда-то ведь девать надо эти вот больные умершие балластные клетки, которые только засоряют наш организм, утяжеляют его жизнь и выбрасывают в кровь все больше и больше токсинов, разных всевозможных токсинов. Это прямая задача нашей аутоиммунной, нашей иммунной системы. Тогда просто логический вывод. Что произошло в этой клетке, в той же самой щитовидной железе? Что там такое произошло в самой ткани щитовидной железы? Что так и вдруг наша иммунная система этого человека набросилась на нее и стал ее съедать просто буквально в смысле уничтожать? Что такое там произошло? Резко повышаются воспалительные процессы, резко, как правило. Возникающий дальше гипотиреоз. Вот эта вот ситуация, которая развивается при аутоиммунном гипотиреодите. Как-то помогают в этом врачи, конечно, симптоматические, конечно, помогают. Но решается это нет, потому что непонятно, что такое возникло вот в этом органе. Понимаете, потому что аутоиммунитетом можно назвать в принципе все болезни. Все. понимаете, тогда, когда вы простыли, началась какая-то борьба с какими-то бактериями или вирусами, или с ядами вы отравились. Вот эта ситуация находится под ударом нашей иммунной системы. И в этой ситуации наша иммунная система убивает не только бактерии, но и те клетки, которые оказались заражены или оказались убиты. Их тоже ведь надо с ними что-то сделать, надо их захватить, переработать, взбросить, в утили, утилизировать все. Ведь это тоже как бы такая первая стадия аутоиммунного процесса. А если у вас получается, что почему-то вот этот то, что называется аутоиммунный процесс запустился в каком-то конкретном органе, скажем, вот в той самой оболочке нервов или в щитовидной железе, что там произошло? Вот надо выяснить, что оказалось пусковым моментом, почему, что там возникло для того, чтобы этот процесс из случайного, связанного с наличием провокатора, превратился в устойчивый аутоиммунный процесс, когда моя собственная иммунная система начинает меня съедать или мой орган. Вот что, вот в чем дело-то. понимаете, вот откуда у меня возникают мысли о том, я вам предлагаю об этом подумать, что, видимо, все-таки появился некий элемент на уровне микро-микро-микро-дозы, который мы с вами даже и не ощущаем. Мы же с вами договорились в свое время, и что процессы внутренние процессы в нашем организме решают не килограммы и даже не граммы, а микрограммы и микро-микрограммы какого-то вещества, которое оказывается в том или другом смысле противоречит нашей жизни и противоречит нашему здоровью. Вот в чем дело. Это вот история с талием, с солями талия. Как долго разбирались, что такое, что происходит с детьми, почему они вдруг у них начинают, у них, бог знает, что происходит с кожей, они теряют в весе, они потихонечку умирают, что это такое, аутоиммунный процесс или не аутоиммунный процесс, что такое происходит. Пока не поняли, что вообще виноват в этом талии и микродозы талии приводят к тому, что детишки теряют волосы, теряют в весе, косточки становятся хрупкими, понимаете, они теряют физическую активность, они перестают расти, умненькие, хорошенькие, специальные, и все. Как только научились убирать с помощью детоксиканта надо прямо сказать и выводить ребенка на правильный уровень кормления, все проходит, убрав соль и талия. Так вот, может быть, что-то такое происходит и в этих клетках, еще раз повторяю, стоит одной клетки от какой-то вот такой злополучной нагрузки погибнуть и которую надо убрать, и этим будет заниматься наш иммунитет, наши иммуноответственные клетки, понимаете, а не только там колония клеток оказывается подвержена этому удару, а так как это, как правило, цепная реакция, то и начинается такая внутренняя агрессия против какой-то, я подчеркиваю, какой-то активности какой-то пятой колонны, которая оказалась внутри популяции этих клеток. И связано это, безусловно, и с нашим питанием, и с нашим отношением. Понимаете, вот, а самое главное, этот процесс становится как бы постоянно действующим, потому что мы ничего не делаем для того, чтобы облегчить задачу иммунной системы, убрать этого провокатора. Наоборот, мы начинаем иммунной системе бить по голове, снижая ее активность. И таким образом мы начинаем, создаем условия, при которых эти вот дефектные, условно говоря, клетки или дефектные ткани впоследствии развиваются, накапливаются у нас в организме. И тогда малейший пропуск, скажем, мы отказались от кортикостероидов, от преднизолона. И у меня буквально через 2-3 дня вспышка, когда соя летит под 60 и под 70, понимаете, и когда начинаются эти воспаления, и тогда боль, температура и все. Получается, в общем-то, не очень такая радостная картина. Лада, вы не переживайте, то, что я сейчас описываю, я хочу, чтобы вы, не только Лада, но и все, вот немножко это осознали, представили себе. Я не врач, я не биолог, я просто пытаюсь логически мыслить, исходя из условий жизни нашего организма целиком. Пытаюсь учитывать все, и известно, и неизвестно, извините. Но так уж оно возникнет, так уж оно требуется. И когда я начинаю говорить, зачастую, может, имеет смысл нам тюбажом заняться, или там экстренное очищение, или сорбеты, я ведь схожу именно из этих вещей, именно из этих. Я считаю, что вот в тех эндотоксических проявлениях нашего организма, то есть в токсическом, исходя из продуктов нашей собственной жизнедеятельности. Вот с этой точки зрения и надо строить эту программу очищения организма. Давайте так. О программе узнал три года спустя Лада. начала с воды и сразу же поняла, что нужно идти по этому пути. Если бы узнал раньше об этой программе, то гормон никогда бы не подсела. Есть значительные улучшения со стороны ЖКТ, мочеполовой, опорной, двигательной системы. Понимаете, вот смотрите, вот по сути у Лады, почему я сегодня заговорил о собственной иммунитете, реакции на иммунитет, на какое-то нарушение, связанное с внутренним состоянием организма человека. Понимаете, ЖКТ задействован, задействован оказался совсем вытекающим. Вполне возможно, что оно задействован под действием и фармакологических препаратов, которые назначались. Мочеполовой, конечно, потому что эта система выделения, а система выделения, почему ЖКТ и почему мочевыводящие, потому что они находятся под прямым ударом тех самых неизвестных агентов или провокаторов, которые вот эту ситуацию вызвали. Выводятся они через ЖКТ и через мочевыводящую, через слизистую, через соединительную ткань, кстати сказать, не даром напоминаю вам о том, что была теория соединительно-тканного происхождения разных болезней, потому что именно там соединительной ткани начинаются многие проблемы, а уж если взять аутоиммунитет, то там практически 80% аутоиммунных проблем это соединительная ткань. Вот чем вся штука-то. Смотрите, и опорно-двигательная система. Самое главное, я поняла, что можно спокойно обойтись без медикаментов, капельниц, реже посещать лечебные учреждения. За это время я только сдавала анализы крови и делала УЗИ. Благодаря программе справляюсь со всем остальным сама. Напишу много о своем заболевании. Немного. Аутоиммунный тиреидит, гипотиреоз, это уже следующая фаза, атрофическая форма. То есть, понимаете, это уже не первое, не начало, когда я мог поставить аутоиммунный тиреоидит. Вот чем вся штука-то. Болею с 97-го года. С 2003-го года начала принимать эльтероксин. С каждым годом доза увеличилась. Максимальная доза уже была 100 микрограмм. Последние три года я старался придерживаться программы. Конечно же, делал ошибки по незнанию и непониманию некоторых вещей, но старался не пропускать ни одного телеэфира. А сейчас у нас на Украине тяжело с препаратами не только российскими, но даже и свои, недоступные в силу подражания. Но, собственно, насколько я поняла, при моем заболевании иммуностимуляторы нельзя. Нельзя. Потому что, смотрите, основное основное направление лечения при аутоиммунном процессе это супрессия или снижение активности нашей иммунной системы. Пока мы ее, так сказать, не опустим вниз, уровень болевых ощущений, уровень ощущений воспалительных, от воспалительных процессов. Он будет только расти. Понимаете? И разрушение организма будет идти все быстрее и быстрее. Поэтому, извините ради Бога, но эта необходимость возникает. Снижение активности иммунной системы. Понимаете? Вот ведь какая история. Я не призываю не принимать, то есть, не обращаться к такого рода вещам. Наверное, это можно, потому что мы должны с вами понимать, что вот это нам по крайней мере сохраняет жизнь спокойно, а самое главное, что помогает нам эти препараты, помогают нам выиграть время, время, которое нужно. Насколько я поняла, при заболевании иммуностимулятора нельзя, иммуномодуляторы и даже адаптогены тоже очень осторожно. Адаптогены нет, не очень осторожно. Можно спокойно принимать их. Из своего опыта лавиокард мне нормально она перенесла на виталлак иммуностимулятором. А на виталлак организм сразу среагировал, недосмотрел, что он является иммуностимулятором. Вот это вот, вот здесь вопрос. Когда были проблемы по гинекологии, попробовал употребить фитомикс, не подошел, среагировала иммунная система. Правильно. Абсолютно, потому что это адаптоген. Но это специфический адаптоген, и я предлагаю пользоваться все-таки фитомиксом тогда, когда, как вам сказать, я знаю, что, скажем, при простудных заболеваниях, при этом фитомикс очень здорово помогает людям. Здорово. Но все-таки его назначение это новообразовательный процесс. Вот что, поэтому, пожалуйста, вот с этим надо быть аккуратнее. Понимаете, потому что тут возникают специфические реакции, которые, конечно, конечно, на первых порах могут дать очень серьезный такой, серьезное обострение. Так, даже и на антеполифит приходилось употреблять по половинке дозы. У меня низкое давление, но никакие тоники не подходят. Даже на элеотрокок реагирует иммунная. Конечно, будет реагировать. Приспособился утром пить кофе и нагрузки свежий воздух. В ванной делаю солевые и эскипидарные, максимально доводя температуру до 38-39 градусов. Если выше, щитовидка сразу реагирует. Такое ощущение, что она воспаляется, давит, першение, комок слизи, иногда даже болит при глотании. У меня сразу возникает вопрос, как можно помочь щитовидной железе в этой ситуации. И вот тут вопрос к нашим людям, которые в программе участвуют достаточно давно. А что в этой ситуации можно сделать? если принять во внимание, что щитовидная железа или какой-либо другой орган дал вот такую резкую, резкое обострение, реакцию, а это значит две вещи всегда. это либо вот этот препарат или этот комплекс, который вы приняли. Вы начали принимать рано первое и второе вы попали в точку. вот что очень важно. Вы попали в точку. Но эта точка дает резкую болезненную реакцию. И это вот самый тяжелый случай. как в этой ситуации поступить? Прерваться вот на этот момент, там скажем фитомикс, прерваться или полифит, что на мой взгляд в ситуации щитовидной железы лучше. Опять же стоит посмотреть на состав по микро макро элементам. Посмотрите там. И там вам все станет ясно. Там существует небольшая доза, приличная, но небольшая доза органического йода. Она в общем-то это вот нужна. И полифит в этой ситуации наверное для щитовидной железы более благоприятен, чем скажем тот же самый фитомикс. Но возникло обострение. Прервитесь сразу же прервитесь. Но не ждите, когда это обострение закончится, а тут же прямо вот с этого дня или с этого часа начинаете принимать сорбенты. Безусловно, самый лучший сорбент, два лучших сорбента вот в этой ситуации, когда не очень запущен процесс. Это активированный уголь, как ни странно, смекта. Если запущен процесс, уже запущен, когда вот есть те изменения, те нарушения, которые возникли на уровне желудочно-кишечного тракта, мочеводящей системы, думаю, что и на уровне кроветворения, думаю, что там есть проблемы и с легкими, понимаете? тогда имеет смысл использовать энтеросгель или застерин. Почему? Почему? Потому что активированный уголь и смекта абсолютно нейтральны. Они забирают то, что не нужно, выводят из организма, все, но у них есть одна неприятность, я имею в виду в меньшей степени у смекты, в большей степени у активированного угля, задержка стула. И они ничего не добавляют, они ничего не делают, они только это. Тогда, когда мы принимаем энтеросгель, то мы с вами должны помнить о том, что он, это уровень, энтеросорбент готовится с использованием сливового пектина. зостерин это пектин зостерый морской. И там, и там пектин. Необходимые условия для восстановления слизистых. А это очень важно, это важно даже, потому что любой аутоиммунный процесс, как правило, начинается с воспалительных процессов на уровне стенки сосудов и вот эти вот убивающие процессы, они безусловно захватывают эндотериальные клетки внутренней поверхности сосудов. и тут пектин нам с вами помощник. Сразу, если обострение, сразу отменяете препарат и начинаете принимать сорбент. и думаю, в первый день его можно принять даже через каждый раз пять в день. Помню только об одном, что питание, должно быть пища, должна поступать в организм, вернее, да, поступать в организм не раньше, чем через час-полтора после того, как вы приняли сорбент. И в этот день вообще можно не есть, а можно только пить. Только пить. А есть можно, как ни странно, желатин есть. Вот с этими напитками можно есть это. Пройдет три, четыре, до пяти дней, и у вас вот эти явления, обострения закончатся, или, по крайней мере, резко стихнут. Вы в это время можете принять и преднизолом. Пожалуйста, препарат, который назначен доктором. Но через пять дней вернуться к тому препарату, который у вас вот эту реакцию обострения вызвал. Это самое тяжелое, то, о чем я сейчас говорю. Вы-то ведь знаете по ощущениям, как это трудно, и как это сложно, и как это больно. Особенно тогда, когда тебе, так сказать, стучат по голове и говорят, что ты делаешь? Быстро к врачу. Надо вот, надо как-то себя уберечь. Ты же погибнешь. Давай, 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 к врачу, в больницу, все, капельницы, это, все. Сняли активность иммунной системы, сразу стало легче, дышать можно, ходить можно, ну и слава Богу. А на самом деле вы снова вернулись к той ступеньке, которая и не на первую, а уже вот на предпоследнюю ступеньку, понимаете? И процесс у вас пойдет дальше, снова, точно так же расти до следующего обострения. Вот какая штука. Вы обострение, вы обострение сняли, пожалуйста, начните принимать снова, пусть половинная доза, по половинной дозе, но принимайте его, и у вас обострение возникнет. Я бы сразу предупреждаю, может возникнуть обострение снова, снова, это очень важно, понимаете? И вот в этой ситуации, конечно, полифит предпочтительнее, чем фитомикс. Итак, поступать надо три, четыре, а то и пять раз. Я как-то рассказывал вам историю, связанную с обострениями аутоиммунного процесса у аллергика при использовании назодотерапии. вот помните, там, мы берем, извините, каплю крови, там, или сопли, да, и ее тиражируем, растворяя все время в одну каплю, в ста каплях водки или спирта и делая нескольких таких вот разведений, десятичных, сотенных и так далее. Это гомеоапиотический принцип приготовления назодов. Вот что, вот что получается. И человек, принимая, начав эту назодотерапию, доходил до определенной позиции, до определенной, определенного разведения, и у нее на тебя начиналось мощнейшее обострение на первых порах просто, извините, вплоть до клиники. Упорный человек оказался. Он сделает раз, сделал два, сделал три, он четвертый раз. У нее замечательно все прошло без каких-либо обострений, куда все делалось. И весь организм начал восстанавливаться. Вот в чем дело. Понимаете, вот здесь это очень тяжело. И, конечно, надо иметь под рукой препараты, которые будут снижать эту активность иммунной системы. Конечно. И тут любой врач вам поможет прочитать лекцию и скажет, что вы слушаете всякие там шарлатанов и идиотов, понимаете, которые вам советуют вот такое. Да как можно? Они же убивают вас, а вы вытаскивать это. Но это единственный путь справиться с аутоиммунным процессом. Вот какая штука. Использовать обострение как своеобразный маркер и как своеобразный способ борьбы с аутоиммунитетом. Вот чем тут дело. И я так понимаю, что сама железа состоит в множестве мелких сосудиков, по которым протекает как и через печень огромное количество крови. Поэтому щитовидка буквально на все очень реагирует. Чем подышал, что съел. Ведь мы во время прохождения программы ЖКТ поддерживаем ЖКТ поддерживаем стевий, печень солянкой, мочевую систему петрушкой. Как поддержать щитовидную железу? Ведь она на себе тоже принимает токсический удар, токсический удар через кровь во время проведения, например, скипидарных ванн. А вы знаете, есть такая трава, и даже несколько. Я назову вам одну, даже три, по-моему, трав, которые в этой ситуации можно использовать, безусловно. Давно известно, что в ситуации аутоиммунных процессов очень помогает, по крайней мере, не просто помогает, а поддерживает работу щитовидной железы, ее функциональную целостность селен, который, кстати, в больших дозах токсичен. И вот на мое усмотрение переизбыток или перебор селена, вот так, как сейчас рекомендуют селеновые препараты, превышение суточных доз, может привести к аутоиммунитету. Мне так кажется. Потому что это свойство микро-микроэлементов. Микро-микро. И эти микро-микроэлементы в ситуации чеснока дают очень хороший результат для поддержки нашего организма. Но избыток может привести к такого рода вещам. Поэтому надо быть с ним очень аккуратным. А скажем, где мы можем взять селен? Я думаю, на Украине, да и в России добавки с органическим селеном чрезвычайно дороги. Но есть такая трава, которая называется душица. Сколько лет назад я об этом говорил? Боже мой, бог знает сколько. душица. А в душице содержится практически вот в самой травке очень хорошее количество органического селен, того, который нам будет помогать. Плюс к этому нужен чистотел. Но чистотел не в виде отвара там или настоя. А в виде кваса. И это очень важный момент. Потому что мы должны с вами помнить, что пааж возрождающегося, восстанавливающегося человека пааж крови должна быть 7,2. Вот нам потихонечку, потихонечку надо уровень пааж крови переводить в эту плоскость 7,2. Вот чем вся вещь. Значит в этой ситуации мы можем с вами использовать душицу, одна столовая ложка на стакан кипяточка дать настояться минут 20-25 под крышечкой и лучше кипяток должен быть не 100 градусов, ну а градусов 85, вот так хотя бы. Потому что нам нужен здесь микроэлемент а не белки. Вот этот чаек столовая ложка на стакан разделить на три порции перед каждой едой обязательно выпивать. вот это можно добавить в душицу добавить календулу ноготки обыкновенные ноготки для усиления или подорожник травы подорожник скажем столовая ложка селена и чайная ложка хорошая сухого либо лопуха либо календула пожалуйста. Вот так. Для чего это нужно? А для снижения уровня воспалительных процессов, противовоспалительных. Хотя в душице этот эффект есть тоже. Просто перед каждой едой как использовать? понятно. Вот скажем вот этот напиточек надо выпить за 15-20 минут до еды. Вот а дальше пожалуйста кушайте. и самое трудное вот здесь сочетать квас по болтову и сорбенты потому что квас по болту желательно пить не с едой в этой ситуации а через час после через полчаса через час после еды вот в этот промежуток времени и только через час после кваса болтова принимать сорбент и так три раза в день но вот такая вот схема это очень очень важно потому что поддержка щитовидной железы препарат который поддерживает щитовидную железу это полифит вот о чем вы должны помнить это полифит за счет вот той самой целевой целевого состава который есть в полифите за три года я снизил дозу гормона под контролем анализов без ведома эндокринолога потому что врачи на эту тему не слушать не говорить не хотят поэтому со своими проблемами мы часто остаемся сами сам на сам хорошее выражение так анализы это ихогенность диффузно понижена их структуры неоднородные определяются участки снижения ихогенности расположенные диффузно перемежаются гиперихогенными тяжестыми структурами но это уже вот те самые соединительные соединительные тканные рубцы которые начали образовываться на месте воспалительных процессов вот что это такое воскулиризация обычная суммарный объем 5 и 10 маловато потому что кормить а кормить не удается потому что вы ее начинаете кормить она начинает воспаляться за счет вот этого самого агента которого мы никак не уберем заключение ультразвуковые признаки гипоплазеи щитовидной железы диффузное изменение ткани железы жкт печень почки желчные более-менее нормально больше всего беспокоит брадикардия и сделали заключение эндокринолога брадикардия гипотириозом не обусловлено сделали холтеровское мониторирование и мне объяснили что ничего страшного не выявлено критерии фишемии не выявлено и вот теперь последнее то что я сегодня могу вам сказать вот пока вы занимаетесь вот этим до очищением организма и пожалуйста раз в неделю в начале очищения тогда когда вы проводите сорбцию принимаете сорбенты вот здесь период сорбентов должен быть 10 дней не меньше потом 10 дней перерыв и перед тем как выйти в этот перерыв пожалуйста проведите экстренное очищение организма без тюбажа и переходите в отдых и вот во время этого отдыха пожалуйста вот во время этого отдыха пожалуйста можете проводить скипидарные ванны пожалуйста но я бы советовал вам не скипидарные ванны а обертывания горячие грудные обертывания аккуратно потихонечку с осторожностью это безусловно но горячие грудные обертывания и все и все эти 10 дней перерыва делать эти горячие грудные обертывания это важно потом выйти снова на сорбенты второй цикл сорбентов снова 10 дней и вот тогда когда вы делаете сорбенты вот так проводите его и заканчивая перед тем как начать сорбенты второй раз второй цикл надо снова провести экстренное солевое очищение организма солью магнезии все потом сорбенты а потом вот уже после второго раза после второго прохождения вы проводите вы начинаете скипидарной ванной вот это очень важный момент либо скипидарной ванной либо в зависимости от реакции вашего организма она может быть очень благоприятной да вы проводите горячие грудные обертывания вот тут вы на пороге выбора на чем вы остановитесь я не знаю и очень важно тогда когда вы принимаете сорбенты это последнее тогда когда вы принимаете сорбенты вот здесь вам очень будут нужны солевые ванны солевые ванны вот так бы я строю программу с учетом невероятно сильного и очень сложного фактора который называется обострение друзья мои я не закончил эту программу я закончу ее в следующий раз вот возможно появятся новые какие-то вопросы в продолжении этой темы потому что нужно обязательно вот в этой ситуации понять роль атеросклероза в развитии аутоиммунных процессов об этом мы с вами пока не разговаривали ну а сейчас как всегда здоровья вам всего доброго до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok